Здравствуйте! Это привычное время для топ-гостя. В студии седьмого канала для вас работает Анна Кравцова. И сейчас небольшое досье, которое докажет, что наша сегодняшняя беседа будет очень увлекательной. Мария Александровна Ефросинина. Родилась 25 мая 1979 года в городе Керчь. Украинская телеведущая, актриса, общественный деятель, идейный вдохновитель серии благотворительных мероприятий «Черити Викенд». Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине. Статус за статус, статус, статус. Здравствуйте, Аня. Здравствуйте. Спасибо за приглашение. Взаимно благодарим, что вы посетили нашу студию. А вот сама Мария Ефросинина, вот с кем себя сейчас в данный период больше ассоциирует, если бы она рассказала о себе тремя словами? В данный конкретный момент, сидя на вашем шикарном диване, актрисой, потому что я в предвкушении, конечно, нашей премьеры. Это мое первое полнометражное кино, это моя мечта, которая, честно говоря, вот я так смотрю за серией своих интервью, за тем, за постами, которые я делаю, за всеми материалами, которые обо мне выходили на протяжении, не знаю, там, практически пяти или десяти последних лет. Я, оказывается, эту мечту так прятала от общественности. Скорее всего, может, какие-то мои комплексы, я не знаю, но доказать сейчас, что это было всегда, давно, моей невероятно такой, знаете, внутренней, самой-самой звонкой фантазии, сейчас мне очень сложно, потому что, ну, я как-то это подумала, снялась в сериале, снялась еще там где-то, попробовала там-то и там-то, а то, что я мечтала о полнометражном кино, как-то я стеснялась кричать. А сейчас вот, когда на носу премьера, готова об этом горлопанить на всю страну, я очень счастлива, я вот дико волнуюсь. Я не видела монтаж приключений Супер Николая, только видела себя там на тонировании звуковом. Поэтому сегодня, да, актриса. Глобально, когда я выйду из города Одесса и пересеку границу Киева уже, то, скорее всего, с завтрашнего дня раздастся первый телефонный звонок от Леры Татарчук, главы нашего фонда, потому что очень скоро очередь и уикенд очередной, и наша общественная деятельность, она, конечно, не прекращается. Никогда. Никогда. Ты не знаешь, мы как доктора, во сколько раздастся звонок. Знаете, как хирурги. Никогда не понимаешь, где какой пожар придется тушить и какому детскому дому, когда понадобится наша помощь. Это... Я себя ощущаю человеком, который сегодня служит людям. И мне это ощущение приносит невероятное удовольствие. Но вместе с тем, это... Есть такие, как бы, и минус, да, моменты эмоционального выгорания. Я вот просто по своей работе сужу, что иногда бывает, появляется около пяти матерей одновременно онкобольных детей. И такое ощущение, что иногда ты стоишь перед выбором. Ты не можешь и в эфир давать каждого онкобольного ребенка, да, чтобы не перенасытить зрителя. А вы с этим сталкиваетесь каким образом? Вы делаете объявления, да, тоже? Объявления, помощи просят люди. И ты думаешь, как же это правильно распределить в эфирной сетке. И я понимаю, что... Вы решаете это? Это решает и я, и команда. Это сложный выбор. Но это сложный выбор. Вот сталкиваетесь ли вы с каким-то вот выбором, что кому помочь, кому сейчас важнее свой ресурс распределить? Вот вы одна, есть команда, но как бы тех, кто жаждет помощи, в стране много. Колоссально много. У нас эпидемия гуманитарной вообще, катастрофы. Это ни для кого не секрет. Это вопрос многослойный, Ань, потому что есть я отдельно, как я человек рефлексирующий, анализирующий какие-то вещи. Мы можем об этом поговорить в двух разных плоскостях. Начну, пожалуй, с той, которая более сформулирована у меня. Там, где я являюсь частью фонда «Твоя опора» и частью «Уикенда» и частью нашей вполне налаженной работы, мне отвечать проще. У нас очень четко контурирована степень нашей помощи. Это дети, которым никто не может помочь. Точка. Это сироты, отказники, это дети из очень сложнейших социальных условий, катастрофически сложнейших. То есть мы работаем в той зоне, где вопрос жизни и смерти. Родился ребенок, у него есть патология, которую можно вылечить, но это никто не может сделать. Даже нет тех родственников, которые готовы открыть счет, собирать, просить в Инстаграм, в Фейсбуках. Никто. Ребенок просто умрет, потому что никто о нем не узнает. Детей, которых мамы подбрасывают в детские дома, свернувшие в свертки по ненадобности. Вот эта зона нашей деятельности, она, конечно, нами контролируется. Распределяются средства четко, подотчетно. Мы работаем с детскими домами, с руководствами и так далее. Также мы работаем с медицинскими учреждениями, куда мы закупаем жизненно необходимое оборудование. Вот сейчас конкретный этот момент, мое сердце не на месте постоянно, потому что ПАК от нас ждет уникальный рентген-аппарат. Мы собрали уже, он 104 миллиона гривен, собрали около трех. Мне говорят, миллион сейчас надо где-то до Нового года разыскать. Вот, и поэтому это в голове всегда. Это что касается того, где все в общем понятно. Там, где я одна, наедине со своими переживаниями, это сложнее тема. Я даже не знаю, затрагивать ее или нет, хватит ли на это времени. Она сложная, и на нее до сих пор не дашь очевидного ответа. И уж тем более оценка любая будет человеческая, тоже правдивая, даже если она будет негативная. Это помощь, о которой меня просят лично в соцсетях. То есть ежедневно, если посмотреть мои личные сообщения, туда приходит порядка в среднем, может быть, 100-150 запросов с обычной просьбой «дай денег». Дай денег, и прикрепляются эти невероятно страшные фотографии, с которыми вы, естественно, как работник канала, сталкиваетесь тоже, когда диагноз, ребеночек и так далее. Вот тут мне сложнее, конечно. Тут нужно делать над собой, постоянную проводить работу и объяснять себе, что есть какие-то вещи, в которых надо себя сдерживать. По причине того, что это интернет, и ты никогда не проверишь, правдивая информация или нет. Я знаю миллион случаев, когда люди сейчас паразитируют именно на таких сложных историях. Паразитируют страшно. Это целая мафиозная структура, целая коррупционная структура. Если посчитать, например, в среднем свести эти деньги в одну сумму, сколько запрашивают не только на диагнозы «Анечка», а просто дайте денег, просто не на что жить. Подарите 20 тысяч гривен. Я, мол, в долгах весь проигрался. Ребенок сломал ногу. Перечислите нам, пожалуйста, 50 тысяч гривен. Это вот всё-всё-всё, у нас сломался телевизор, а дети хотят посмотреть какой-то эфир, Лигу смеха, чтобы всё посчитать все эти суммы, которые у меня просят, то у меня просят в месяц примерно где-то до 300 тысяч евро. И вот тут как ответить сейчас на ваши вопросы? Откровенно вы ответили на наш вопрос. У меня вот с этим связан другой вопрос, он перетекает. Я вот недавно читала статью психотерапевта, и там был очень интересный феномен написан о том, что завидовать нужно всегда оптом. На самом деле чувство зависти, оно же стигматизировано в нашем обществе. Это неплохое чувство. Оно может быть двигателем собственным, правильно? Смотря какой системе координат человек живёт. Куда это его будет двигать? Система сейчас. И вот если говорить о том, что у кого-то что-то есть, и я буду работать, и я тоже так же хочу достичь, то нужно присоединять всё, чем человек живёт. Грубо говоря, если хочешь быть Машей Евросининой, то присоединяется и 300 тысяч евро в месяц помощи. И вообще объяснить даже себе, почему вот видела недавно у одной визажистки в сторис, когда ей написали, что ты покупаешь слишком дорогую еду, а я студентка, страдаю, перечисли мне денег. О, ну такого хватает очень. То есть чему ещё нужно вот завидовать оптом? Что вот не видно сторона знаменитости? Чего, может быть, жалеешь? Вы через такой пример зашли. Я как раз здесь зависти... Я как раз это завистью не называю, понимаете, Аня. Я это называю... Я это называю, в общем-то, достаточно бедностью ума. Простите. Хотя, может быть, они рядом стоят, потому что человек, уверенный в себе, не будет завидовать другому и следовать по его модели. Это тоже факт. Быть кем-то — это вообще очень самый большой фейк нашего времени. Особенно с засилием соцсетей. Если бы я когда-нибудь... У меня до сих пор нет ответа, кто мой кумир. У меня его действительно никогда не было. То есть я восхищалась какими-то людьми, но исключительно вот в контексте... Вау! Вот это да! Вот это сила воли! Вот это талант! Вот это умение! Класс! И через секунду об этом забывала, потому что я прыгала в свои проблемы. А у меня их, слава богу, было очень много в жизни. И продолжает быть. Мне вообще кажется, что следование модели поведения и модели достижения успеха какого-то другого человека — это вообще отложенная собственная жизнь. Ты вообще пропускаешь все свои возможности, которые тебе идут в руки. Это фейк. Ну, то есть это фейк. Это подделка. Так невозможно проявить себя. Ты из себя ничего не достанешь. Второе — сублимация зависти в ненависть. Это вторая бич нашего времени — это злость, конечно, и агрессия, которая, мне кажется, достигает колоссальных масштабов. Поэтому что здесь оптом, я не знаю. Чему мне завидовать, я тоже не знаю, потому что в моей шкуре находясь, я же ощущаю проблемы точно так же, как и любой человек. И порой даже удивляюсь тому, господи, зачем бы завидовать, что вы знаете. Тут есть третья сторона. Скажут, посмотри на свой Инстаграм, где там все так замечательно и круто. Так посмотрите на любой Инстаграм. У всех все замечательно и круто. Нормальные, адекватные люди, адекватные, которые живут полноценной, красочной жизнью, где есть проблемы, болезни, смерти близких и так далее, они это не будут показывать. Они показывают в этом некоем альбоме публичном хорошие зарисовки из своей жизни, чтобы люди, вот я так воспринимаю свой Инстаграм, чтобы люди, заходя в этот мой альбом с картинками, вдохновлялись. Что если я напишу, что у меня что, диарея? Что будет? Что будет? Слава богу, у меня не было уже много лет. Дурадский пример мне в голову пришел. Но это самый как бы, он самый как бы красочный получается. Вот что будет? Давайте подумаем. Что вот мне напишут? Пожуй сухой черный чай, из тебя скрипят. Тут уже какой-то будет бред. Это другая парадигма взаимоотношений с соцсетями. Ты показываешь яркие краски, как и любой нормальный там публичный человек. Для того, чтобы люди вдохновлялись, когда им грустно, могли зайти и посмотреть, что бывает круто. Потому что своего хватает у всех. У всех. Другое дело, как этот человек через себя пропускает. Но это, мне кажется, уже такая совсем другая история. Это хейтеры, это отдельная серия передач на вашем канале. Если говорить не об инстаграме, а об вдохновляющих вот этих твоих лекциях, которые ты проводишь. Я, честно тебе признаю, что год назад я купила билет, даже помню, что во второй ряд. Я сидела, вот мне очень был интересен этот опыт. Да. Во-первых, потому что, опять же, я думала, что будет что-то о человеке из моей сферы. Из нашей, да, общей сферы. Но когда я посетила твою лекцию, я была поражена. Во-первых, мое вот наблюдение, это, безусловно, любовь зала. И я видела, как рядом оживали те, кто приходил вот так, скукожившись. Хотя Одесса, Аня, один из самых холодных городов был. Я не представляю тогда, где ты получаешь еще больше, потому что я вот просто видела, как женщины приходились вот такими вот плечами, и как они раскрывались, как они слушали. Один из самых тяжелых городов Одесса была. И здорово. Здорово. Спасибо тебе, что ты мне сказала. Я вчера выходила на сцену, у меня было второе выступление в вашем городе. Прекрасным. Я его правда обожаю. Правда. Одесса для меня это маленький такой эскейп всегда, который можно совершить за несколько секунд. Побег. Сидишь в Киеве, гнусно, грустно, отпуск не светит летом, предположим. Сел в машину и приехал в Одессу. Я очень люблю Одессу. Но приняли тогда... Ну, не то, что артисты всегда чувствуют на сцене как бы энергию зала. Вот ты очень правильно сказала. Закрытый. Знаешь, как вот эта поза в беседе со своим визави, она сразу как-то настраивает на другую энергию. Вот Одесса принимала вот так, вжавшись в стулья. В Одессе впервые за всю историю «Ты у себя одна» сидела моя дочь Нана. Да. Она приехала, изъявила желание. То есть я тогда выходила в каком-то... Ну, в очень таком смешанном состоянии. Ей 14, и мне нужно было быть предельно сосредоточенной на том, чтобы моя девочка все правильно услышала. Одесса тогда была моментом, когда был абсолютно, по-моему, тысячный зал. Он был гигантский таким амфитеатром. Женщины меня обволакивали везде. Одесса была единственным городом, когда на сессии «Вопросы и ответы» женщины вообще не имели ограничителей. Ань, вообще не имели ограничителей. То есть ни в одном из 24 городов, которые я объехала на сегодняшний день, не задавали таких вопросов за гранью. А у меня холодела просто вот спина, потому что, ну, есть рамки, девочки. Ну, да. Ну, то есть спрашивали, чуть ли не в каких позах я занимаюсь сексом со своим мужем. И волновало все. Я тогда, знаете, долго думала, долго не забывала тебя о Одессе. Ну, это интереснейший опыт, колоссальный. Вчера я переживала, но вчера теплее был прием, слава богу. Ну, да, Одесса очень откровенна и специфически действительно город. Такая интересная публика. И аполитичная, с одной стороны, а с другой стороны, действительно. Я согласна с границами, бывают здесь не считаются. Действительно, какие-то обидные, поразительные вещи. Но вот что у меня родилось на твоей лекции? Знаешь, вот хотелось узнать. А когда ты вот получила вот в себе этот импульс, что ты можешь что-то шерить публике, да, что ты можешь чем-то делиться, что нужно делиться? Если говорить об Инстаграме идеальном, да, с тобой отчасти согласна, что иногда нужно, чтобы люди просто вдохновлялись хорошим образом жизни. Но если говорить о твоей лекции, ты рассказываешь действительно об интимных вещах, о собственных переломах, о послеродовой депрессии, которая тоже замалчивается до сих пор, да, когда ты оказываешься в совершенно другом теле, мыслами. В сознании даже кажется другим. Как этот был импульс поделиться, что ты вот хочешь, чтобы... Не сразу и не просто. Вот вообще не просто. Если бы мне когда-то сказали, вот когда я поставила, когда я написала «ты у себя одна» в 2014 году и поставила точку, да, в конце материала этого большого, достаточно двухчасового, если бы мне когда-нибудь в тот момент сказали, что этот материал будет прослушан около там 20 тысячами женщин, я бы содрогнулась, как ты сейчас вот так. Значит, это невозможно. Ну как? Но все произошло так, как должно было, наверное, произойти. Писала я его для первого «Черити Уикенд» в 2014 году, когда мы с Лерой Татарчу, главой фонда «Твоя опора», придумали «Черити Уикенд», чтобы постоянно обеспечить приток средств в наш фонд и не выпрашивать их. И я подумала, Аня, вот что я должна такого дать, я два месяца, как родившая женщина, должна в 2014 году, году абсолютной турбулентности и психологического развала каждого вообще человека и гражданина в Украине, что я такого должна дать этим женщинам, чтобы они, а, поднялись, Б, купили билет, С, пришли. Закупить билет и прийти, это тоже очень важные моменты. На некое мероприятие, которое до этого они не знали о его существовании. Ну, посмотрят они на Ифросини, ну, как после родов, ну, камон, что они за это выложат 500 гривен. Ну, выложат они 500 гривен, сто раз пожалеют, потом скажут, да, больше не пойду, а мне же надо, чтобы это был цикл мероприятий. Ну, придут там, потом скажут, расширят, что было все, не то, не ожидал, не хотел, ожидал другого и не получил. В общем, ряд каких-то мыслей абсолютно естественных для подобных мероприятий, венцом всего этого еще являлось колоссальное недоверие в том году, если ты помнишь. Люди устали в какой-то момент помогать, верить и делать перечисления. Все было против нас, включая курс доллара, который, пока мы готовили чередить и уикенд, с 12 бомбанул до 20, по-моему. Ну, или, в общем, был какой-то такой резкий прыжок, что мы поняли, сколько мы потеряли. И я села за эту историю. Я поняла, что я должна рассказать что-то, чего не рассказывала ни в одном интервью и никогда не делала. И расскажу это только тем женщинам, которые в меня поверили. То есть они поверили в то, что есть. Она создала мероприятие. То есть я понимала, что придут только те, которые меня любят, следят за мной, принимают меня, и доверяют мне свои деньги. И я решила, что я им отплачу честностью. Я им дам ту историю, которую они никогда нигде не могли прочесть. Я написала это у себя одна. Уже через полгода мне позвонили из Одессы. Кстати, «Зеленый свет» дал опять ваш город. И сказали, не могли бы вы прочитать эту же лекцию нашим женщинам здесь? Я говорю, это невозможно. Это невозможно, это моя личная история. Она читается только в рамках благотворительных. Мы абсолютно все деньги от черити уикендов отдаем на благотворительность. Абсолютно все. В этом идеология его. Они говорят, «Хорошо, мы готовы на черити уикенд в Одессе». Я думала, «Анна, последний раз, второй. Все. Я же в Одессе два раза его читала. В 14-м, получается, и в 17-м. И все, Ань. А потом это началось вот так. Женская организация города Ивано-Франковск. Молодежная социальная какая-то громадская организация, которая занимается женскими правами и клуб такой-то, который поднимает дух женщин 300, 400, 500 билетов, 600. Последний год только тысячи. А как отказать? Ну как отказать, если у тебя в зале сидит от 300 до 1000 женщин? Вот как. И все хотят, хотят послушать это. Второе, пожалуй, что уже совсем перестало это делать сложным. Не, ну это всегда сложно, но перестало это делать невозможным. Это, конечно, письма. Письма до и после мастер-класса, там, миллион совершенно заметок в Инстаграм, в Директ или в Фейсбук. Я поменяла свою жизнь благодаря вашему рассказу. Я родила ребенка, перестала бояться этих отношений. Я ушла из этих отношений, ушла в новые и счастливо родила двойнят. Ну это просто невероятно. Я иногда скажу вам по секрету, знаете, как я настраиваюсь, но ты у себя одна. Я перечитываю все эти письма, я их себе сохраняю, самые пронзительные. Я так читаю, 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 настраиваюсь, потому что мне, как любому живому человеку, женщине, которая выходит рассказывать на сцену о том, что она болела страшными диагнозами, это тоже нужны силы. И психологическими диагнозами это тоже нужны серьезные как бы такие точки опоры, чтобы взяться, выйти и на улыбке два с половиной часа это все рассказывать так, чтобы это было сильно пронзительно, а не как бы шаблонной историей. Вот. Мне нужны силы, я их беру, конечно, из этих писем. Если говорить о твоем фильме, почему вот украинец должен его посетить? Вот что ты бы порекомендовала вот как тизер, да, твоей работы там? Во-первых, украинец должен его посетить, потому что это первое семейное кино. Первая семейная комедия. Добрая, чистая, радостная, светящаяся, никакой никакой пошлости, никакого ничего такого, чего многие подустали, странного, неоднозначного юмора, вот этого всего. Она очень красивая, сказочная и при этом украинская. Украинский юмор. Она современная. Мы пошли в самую сложную, рисковую тему. Это современная семья, живущая в городе, в столице, в Киеве, которая резко теряет средства к существованию и вынуждена переехать в глухое, глухейшее село. Тема снята с поверхности. Дочь подросток, мальчишечка поменьше. Все, собственно, как в моей жизни. Слава богу, я пока не вынуждена уезжать в село по этим причинам. Но моя героиня это редактор модного сайта. У нее, в общем, все налажено в столице. А муж прогорел. Муж компьютерщик, который создает компьютерные игры, прогорел чувак. Не может одну, вторую, десятую игры продает и все, по нулям. Ничего не получается. И она едет за ним. Ну и начинается. То есть нет привкуса как же это правильно выразиться? Привкуса неоднозначности украинских интонаций. Она сделана по правилам настоящей семейной комедии. То есть я пойду на нее впервые со своим малышом. Ты же всегда смотришь там 12 плюс 16, 18. То есть абсолютно любой человек может взять свою семью, кумовей, их друзей, пойти и нормально посмеяться. Отдохнуть. Давно я не была в кино, в котором я могла отдохнуть. Если от кино перейти к телевидению, как сейчас у тебя развитие в этой сфере, такое неоднозначное у тебя участие в последнем танцевальном проекте. Я думаю, что тебе было довольно-таки тяжело. Я присоединяюсь ко всем, кто писал, что это очень уж несправедливо. У меня, знаешь, у меня подруга режиссер. Она мне вообще доказывает, что я очень глупа находясь в этой сфере. Она говорит, все же продумано. Но ты же понимаешь, кто следующий? Я говорю, нет, не понимаю, я посылаю смс. Вот, ну, иногда просто, мне кажется, знаешь, даже в сфере телевидения работы хочется верить в какую-то сказку и справедливость. Ты меня спрашиваешь об этом? Да. Я там была. Ровно с такими же ощущениями, что все бывает, все бывает однозначно и честно. Нет, если бы я была на стороне твоей подруги-режиссера, я бы там просто не участвовала. Я тоже верила с открытой душой, что все получится. Нужно только пахать. Ты решила сделать перерыв? Нет, нет, наоборот. Ты знаешь, я, наоборот, расслабилась. В каком плане? Мне казалось, что вот если... Я, на самом деле, проекту очень сильно благодарна. Он меня хорошенько дал мне по хребту, так хорошенько, вот, но поскольку удар в моей жизни уже не первый, то я научилась находить в этом определенные плюсы. Хребет можно восстановить, но при этом параллельно подлечить и другие проблемы, связанные с хребтом. И я расслабилась. Если раньше я считала, что если заходить в проект, то он должен быть уровня фабрики звезд, уровня танцев со звездами, уровня звезд, 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 звезд. Вот это вот. Мне кажется, в какой-то степени я и в проекте вышеупомянутом попала в этот капкан, потому что и меня и подавали там как какую-то королеву бойца. А сейчас, выйдя из этого всего и перекрестившись уже 52 раза по этому поводу от радости, я поняла, что в моей внутренней системе координат я как телеведущая закончилась. Я давно, оказывается, закончилась как телеведущая, потому что я давно уже телеперсонаж. Я давно уже телеперсонаж. Человек, который делает что-то, создает контент, неважно, это инстаконтент, или это черити уикенд, или это мои доклады, или это мои бесконечные систематические появления в разных каких-то программах, сюжетах, интервью и так далее. Я персонаж и личность, которая интересна. И я знаю, почему интересно, потому что мне интересен зритель, для которого я работаю. И оказывается, для этого себя замыкать в экран и идентифицировать себя как телеперсонаж только посредством телевидения вовсе не надо. Оказывается, уже не надо, потому что у тебя есть своя камера, свой контент, своя команда, свои редактора, внутренняя цензура, внутренние границы, которые намного шире, чем позволяет телевизор. И если в танцах со звездами я не имею доступа к монтажу сюжета, который обо мне выйдет перед моим танцем, и когда я стою, например, и жду танца, что нужно невероятных усилий, невероятнейших усилий, чтобы собраться и станцевать эти полторы минуты, а слышу сюжет, который смонтирован так, что надо упасть сейчас в обморок, а не станцевать, то на своем ютуб-канале я могу говорить и делать то, что я хочу, и это будет правдой. И меня сейчас от вот этого переть стало намного больше, потому что ограничители это серьезные, ограничители это как раз это как раз модель поведения телеведущего, а модель поведения и модель проявления телеперсонажа, личности телевизионной или назовем ее уже медийной, это совершенно другие границы. Их нет. Это круто. А как часто тебя вообще при монтаже сюжетов любых проектов перевирали? Когда реально было обидно? Не-не-не. Есть у меня смешная история. Мало, но есть одна история, но она привела к созданию черити уикенда. Прикинь, рассказать? Да. Беременная я с Анечкой на шестом месяце с ощутимым таким пузом, но красиво уже беременная Маша Ефросинина. Естественно, сладкая же, очень привлекательная конфета для любого телеэфира, потому что беременные звезды это всегда вау, круто. Интересно все оба-баба. И меня приглашают в одноутреннее шоу на большом нашем национальном канале. И идет, как вот вы сейчас дали, перед тем, как меня представить, досье. Но вы-то, умницы мои, написали все четенько. Та-та-та, телеведущая актриса, идеолог, посол. Тогда, видимо, нечего было писать, кроме телеведущая. И они произносят фразу «Маша Ефросинина, телеведучая, людина, свитка левица, яка жодного разу не одягае одну и тому, ту саму сукню». Я еще так посмотрела этот сюжет, думаю, ну капец, блин. 14-й год, знаешь, июнь месяц, уже Крыма у нас нет, уже внутри столько помоев от происходящего, боли и слез от того, что происходит с нашей страной. Твою мать не одевает одно платье два раза. Честно. Ну я, опять же, так сказать, телевизионный работник. Ну понимаю, что интересно узнать, так сказать, про беременную сидящую клушу из телека. Что я одевает сукню два раза? Проглотила, ладно. Никогда ты не знаешь, что от тебя смонтируют. Еду, помню, домой в машине, так у меня дзыньк, на экране телефона. вас отметили в фейсбуке. Ну отметили, отметили, я всегда захожу по отметкам, которые меня отметили. Иду, значит, по этой отметке и попадаю на пост, Аня. Разрывной. Некто Валерия Татарчук пишет пост. Смотрела сегодня, значит, утреннюю программу, видела и Фросинину беременную. И, значит, я слышала, что она не одевает платье, не надевает платье два раза, одно и то же. Люди, да что творится? Они с ума там все посходили, эти звезды? Они вообще в каком измерении живут? Умирают в стране люди, взрывают бомбы на востоке, детей не успевают из-за горящих домов вытягивать, а она, сука, два раза не надевает платье? Да чтоб ее! У меня аж замер живот. Ну, ты понимаешь, это одно дело мы с тобой как бы тут посидели полялякали про особенности телевизионной деятельности, а другое дело, когда реальность тебя сзади прям в затылок вот так. Бум! Я так вдох-выдох. Причем, я должна тебе, Аня, сказать, что ты, наверное, как и все ваши зрители, можете себе предположить, сколько публичным людям вот такого пишут. У нас же вообще в Facebook это вечная зрада и гоньба. Особенно сейчас. и как бы я особо никогда внимания не обращала на это. И не до этого раза, не после этого я не совершила то, что совершила в тот момент. Я нашла, зашла на страницу Валерии Татарчук, успела пробежать глазами по ее профилю, увидела, что она создатель фонда «Твоя опора», который существует всего полтора месяца. посмотрела, посмотрела, посмотрела на ее деятельность и поняла, что девчонка действительно очень сильно внутри этой всей темы и позвонила ей. Позвонила, слушай, если бы я звонила всем, кто пишет такие посты, потому что с ума сошла, а тогда я позвонила. Я ей звоню и говорю, Валерия, здравствуйте, я еще находящаяся еще в своей вот этой вот как бы реальности Маши Ефросининой. Говорю, здравствуйте, Валерия, здравствуйте, это Маша Ефросинина, вас беспокоит, только не бойтесь. Она говорит, а что мне бояться? Что мне бояться вообще? И знаешь, это вот как бы все внутри тебя, как будто твои органы начинают двигать. То есть ты живешь в одном устройстве, а их начинает немножко двигать. Как вот эта динамическая картинка, которая у вас здесь, то же самое начало происходить во мне. Я говорю, я прочла ваш пост, еще продолжаю хорохориться я, чего я звонила, Аня, я тебя сейчас в упор не вспомню. Потому что решение сказать ей то, что я сказала дальше, пришло именно в момент звонка, когда она меня как девчонку об стену все равно отрубала. Она давала мне понять, что ты звезда там, где ты сейчас и в телевизоре, а реальность другая. И в этот момент, когда она давала мне это понять в какой-то раз, из меня вырвалось только одно. Что я могу делать сейчас для того, чтобы помогать? Она говорит, вот это уже дело, вот это уже нормально, завтра можем пообедать. И уже на следующий день мы с ней обедали в кафе, планировали мои посты, которые я писала. Она говорит, у вас 40 тысяч подписчиков, у вас колоссальная аудитория, мы можем начать собирать гуманитарную помощь для детей-переселенцев, которых перевозят в безопасную зону в одних памперсах и пижамах. Мы можем это делать, попросите об этом подписчиков. Я говорю, я никогда этого не делала, мне казалось, что сейчас все это делают. Она говорит, все это не вы, сделайте. Давайте соберем хотя бы один грузовик. В итоге мы собрали 7 грузовиков, и все время говорю 10, потому что очень важный момент произошел где-то на пятом уже нашем сборе. Нам сказали, что из зоны АТО вывезли 10 рожениц, 10 беременных женщин, которые на девятом месяце, и которые вот-вот со дня на день родят, а их поселили в какое-то заброшенное здание детского сада, и они могут родить прямо там. И мы собирали для них тоже помощь. С тех пор мы с Лерой не расстаемся, я уже попечитель фонда. Это круто. Здорово, какая история. Спасибо тебе огромное за эту историю. Приближается к финалу нашего интервью, хотя мне кажется, с тобой можно говорить часами, просто не хочется тоже внести в твой график. У меня очень много истории, это правда. От каких-то важных дел. Вот вопрос, знаешь, чтобы не было это интервью таким, знаешь, как Елейным, собрались и погладили друг друга по голове. Опять Елейное? Да, елки-палки. Вот, может быть, неудобный вопрос задать. Скажу так, если я нарушаю личные границы, ты мне сразу говоришь, это все понятно. Когда я смотрю твои интервью, и ты возвращаешься своими рассказами во времена подъема, и иногда на лекции и прочее, я поражаюсь тем словам, которые ты говоришь в собственный адрес. Почему? Как-то ты себя прям вот шеймишь и оскорбляешь мне иногда. И я вот иногда думаю, вот по факту... Например, скажи, какие? Вот ты там свинюшка себя называла, да? Свинюшка, хрюшка-бегемотик. Бегемотик. Я такой себя чувствовала. Ты чувствовала. Но вот мне, знаешь, вот что хочется как бы понять? Вот по факту же эта девочка молодец вот в тот период, вот этот бегемотик. Эта девочка... Он одинокий, вырывался. Сколько она тебе дала? Я очень рада, что ты правильно услышала все, что я имела в виду. Ты у себя одна. Аня, эта девочка меня сделала. Эта девочка меня сделала тем, кто я есть сегодня. И поэтому, несмотря на десятки проектов, которые я в своей жизни провела, помнят все Машу из подъема. Но моя плата тогда и на протяжении очень долгих лет, десятка лет была здоровье. Очень просто рассуждать помпушка или в хорошей форме. Это такая поверхностная фигня с точки зрения моей жизни, что мне уже на сегодняшний день, да, я реагирую резко. Я реагирую резко до сих пор, когда мне пишут, потеряла харизму с худобой, потеряла свой задор, фу, ха, противно смотреть. Дело же не в этом, Аня. Конечно. Дело в том, что тебе 20 лет. На тебе лишних 25 килограмм веса, потому что ты никому не нужна. вообще. У тебя нет парня, ты скатилась в университете до такой степени, что из-за подъема я не успевала колоссально учиться. Ты привела свое здоровье из-за ранних вставаний и гормональных сбоев, недосыпов, стрессов, курения, бесконечной работы 20-часовой. Привела свое здоровье в лохмотье. ты просто себя уничтожаешь. Но ты утром в 4.30 по звонку будильника встаешь, надеваешь улыбку и идешь веселить страну. Вот это собственное закаливание ежеутреннее при внутреннем ощущении уничтоженности эта девочка только так, наверное, могла мне дать. она мне много и другого дала, чего я сейчас и, наверное, никогда в свою жизнь не избавлюсь. Вот честно, даже ты, я с тобой сейчас была так откровенно, такие истории рассказываю, не подбираю слов, а ты говоришь елейным. Вот это вот почему-то то, что человек привел себя в порядок, родил двоих детей с диагнозом бесплодие, сохранил брак, чуть не потерял миллион каких-то важных вещей в своей жизни, все принимают за чистую монету идеальности, которая потом бесит или раздражает. Ты знаешь, что я тебе хочу сказать? Елена, ты скорее к своей работе, чтобы ты точно понимала, да, потому что меня прежде всего упрекают, что я очень мягкая ведущая. Ну, по крайней, нет, во-первых, во-первых, я тебя как журналист поддерживаю, потому что, когда в моей жизни была та же программа Видверта, я шла через мягкость, потому что, если ты хочешь иметь откровенный ответ, ты не можешь сразу в морду давать. Есть у многих журналистов такие приемы, я не могу. Если мне это дадут в морду, я дам сдачи и никогда ничего тебе не расскажу. Мне кажется, что доверительность, меня это моя благотворительность во многом учит, она идет через добрые отношения. Все равно человек, сидя перед тобой, сам уже решает, рассказывать тебе или не рассказывать, это внутреннее решение. А вот приятно ему тебе рассказывать или нет, это зависит от тебя. Поэтому я тебя как журналист поддерживаю, я всегда за доверительные беседы. Но то, что я была предельно откровенна, впрочем, как и всегда стараюсь, это я тебе зуб даю. Я верю, и ты знаешь, я хочу поблагодарить тебя за то, что ты делаешь не только для детей, не только для женщин. Я видела и мужчин, которые задавали тебе вопросы, и это вообще поразительно. Вот это загадка, когда мужчины встают. Представляешь, подходят и спрашивают, как с там женщинами вести. И вот просто, я-то знаешь, я вот наоборот, я к концу лекции сжималась. то есть если женщина... Серьезно? А почему? Потому что я думала, боже, вот я как бы смотрела на тебя на сцене, я думаю, боже, какая же это ответственность, с одной стороны, да, и нужно как бы и не переборщить так, чтобы он там не пришел и не сказал, все, разрываю с тобой отношения, ты меня не ценишь. И там, ну, как бы, знаешь, на подъеме эмоций. Да. По большому счету, это его решение, но с другой стороны, импульс это даешь ты. Да. И с другой стороны, это какое-то, ты видишь, как колоссально люди себя преодолевают. Вот я смотрю, вот то, что он вышел уже и на всю эту аудиторию задал вопрос, для него же это уже важно. А в одном из городов вообще, у меня была история. Мужчина стал инициатором визита на «Ты у себя одна», привел свою женщину и задал мне вопрос, при огромном зале женской аудитории я пришел сюда для того, чтобы свои отношения спасти. И, возможно, она от меня не уйдет, услышав что-то, что вы сказали только что. Вот я его до сих пор, мужчина, хотел спасти отношения и пришел на женскую лекцию. Прикинь? Угу. Жизнь вот в этом отношении, конечно, прекрасна, разнообразна и непредсказуема. Я ее за это очень люблю. Спасибо тебе. И очень много хотелось бы, чтобы было вдохновение и чтобы такая же была отдача от людей, чтобы все-таки меньше хейтеров. Мы напишем это вот этому Николаю в письме. Я вот стала себя как бы над собой работать и к ним относиться с добром. Это сложновато, но я стала понимать, когда ты начинаешь понимать, почему люди это делают, их становится жаль и тогда уходит внутренняя обида. Спасибо тебе. Прекрасная беседа. Я прям очень вдохновленная. Поеду дальше рассказывать про наше кино. Спасибо. Спасибо большое, Анечка. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»